Субтитры сделал DimaTorzok 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 Другой немного Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Другой же DimaTorzok Так что же здесь еще есть Ну Honda Fit я думаю Особо никого не заинтересует Ну если только женщин там В принципе тоже неплохая машинка Так по городу ездить Вот это вот тоже Очень популярная Honda Integra Type R Тоже можно ее хорошо прокачать При желании 880 тысяч стоит 80 тысяч пробега Одиннадцатого года Ну неплохо тоже В принципе Такая вот моделька Вот Со спортивными сидениями Тоже Honda Type R Это Мини машинка такая Для езды по По городским пробкам Скажем так Ну тоже неплохо так все По спортивному выглядит Так Что же здесь еще Ну вот кто-то там проехал Lexus'ы здесь раньше были Нету больше Lexus'ов Теперь тут стоит RX-7 В принципе Тоже хороший аппарат Но она похоже стоковая Да Сидения вот обычные Какие-то да Блин а цена что-то у нее Как не у стоковы 2 миллиона 480 тысяч иен Вот не видно что под капотом Вот Subaru С Ти Айна стоит Тоже неплохая модель Миллион 980 тысяч стоит Ну тут разные Toyota Тут разные Honda Малолитражки такие Разных цветов Цена также 380 тысяч Как и в прошлый раз Когда я смотрел здесь Так а вот это RX-8 ставит беленькая Ну тоже видимо Что-то там мне и улучшенное Пробег 38 тысяч километров А цена 2,5 миллиона иен Ну с виду как новенькая внутри Не сказать что она же прям Такая сильно заезженная Это в принципе 40 тысяч км это вообще не Не сказать что это прям Очень много Ух ты нифига у меня там Какой этот самый багажник Мини багажник Елки-палки Целый Там видимо должен быть радиатор Еще один Его видимо сняли Обычно ставят туда Для дополнительного охлаждения А оно у него еще по бокам Вот два радиатора стоит Так Что тут еще есть интересного О, Селика Очень редкая модель Кстати, даже в Японии Митсубиши О, МР ГТО Хорошая модификация Тоже Достаточно спортивная модель Низкопрофильных Низкопрофильной резине Тут наверное 17 или 18 даже Низки Нет, что-то не видать У меня написано Хороший аппарат Цены только нет Скайлайн Один Скайлайн GT 370 Далее Тут идет Вот GTR уже Тоже видимо Прокаченные Вот диски тоже Неродные Стоят Что тут есть внутри Но внутри В принципе Салон Стоковый Стандартный Цены Тоже не видать Стандартная В принципе Машина Так Это у нас Fire Lady Z Миллион Восемьдесят Стоит Тоже Похожа Похожа На стандартную Они Блин Так Поставили Прям В притирочку Здесь Все Стоит Вот еще Одна Стоит Fire Lady Z Тоже Миллион Восемьдесят Стоит Миллион Восемьдесят Тысяч Восемьдесят Тысяч Пробега У нее Там У нее Еще Внутри Стоит Дведи Туда Сюда Глушитель Стоит Спортивный Там Катализатор Выпуск Впуск Выпуск Стоит Тоже У нее Там Тюнингованный Неплохо Неплохо В принципе Вот Fire Lady Z Это уже В два раз Дороже Стоит Два миллиона Пятьсот Почти Тысяч Иен Двадцать Тысяч Пробега Неплохо Так Сохранилось Скажем так Хорошая Машина Вот Это Хонда Хонда Type R Ну то есть Type R Тридцать тысяч Пробега Ой Тридцать Тридцать Девять тысяч Пробега Два миллиона Четыреста Тысяч Стоит Вот такая Неплохая В принципе Состояние Офигенное Конечно На дисках Сик Вот Тут тоже Стоит Хонда Малолитражка Такая Мини Хонда Двадцать Девять тысяч Пробега Два миллиона Триста Тридцать Тысяч Иен Тоже Неплохо Такая Беленькая С белыми Дисками Конечно Заглянуть Под капот Я не могу Так как Это нужно Звать Менеджера И С ним Долго Разъясняться То есть Это Скорее всего Только При покупке Возможно Такая Слуга То есть Когда Вы уже Например Выбрали Какую-то Машину Хотите Посмотреть Что там Под капотом Вам могут Открыть И показать А вот Уже Стандартная То есть Ну Как стандарт Тоже Тайп Р Но Более Старая Модификация 840 тысяч Стоит Пробег 118 тысяч Километров Вода И дофига Мазда Рекс 7 Вот Тоже Из этих Мазда Вон там Стоит Дофига Тоже Хонда Вон там Это Тоже Достаточно Редкая Купешка Тоже Спортивные Сидения 70 тысяч Пробега Вон Она Нафарширована Конечно Там Вообще Жесть Скорее Тут Даже Не весь Список Того Что Там Есть Продолжение следует Продолжение следует